В пресс-центре информационного агентства «Татаринформ» прошла конференция, приуроченная ко второму молодежному научному конгрессу стран-организации исламского сотрудничества. Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков приветственной речи отметил, что в республике создаются все условия для комфортного пребывания и обучения молодежи и стран превалирующим исламским населением. Проректор по внешним связям Казанского Федерального университета Тимирхан Алишев выразил готовность вуза к принятию студентов из зарубежья и активной научной работе с ними. А председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова затронула новый проект – премию молодых лидеров БРИКС и ШОС, который сможет помочь иностранным молодым людям раскрыть свои таланты и способности. Молодежная международная дипломатия делает большие шаги, делает большие усилия для того, чтобы, как минимум, на уровне молодежных организаций, которые сотрудничают уже много лет, это сотрудничество и эта кооперация продолжалась и усиливалась. Международный научный конгресс стран организации исламского сотрудничества – это крупнейший проект в республике Татарстан, нацеленный на развитие научного сотрудничества России с более чем ста странами. Для ученых из Азербайджана, Бангладеш, Буркино-Фасо, Египта, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана и других государств Конгресс станет точкой объединения. Ключевая цель – создать все условия для интеграции в научной сфере, которая затрагивает все стратегически важные проекты для процветания стран и регионов. Те ребята, которые будут приезжать по итогам отбора на наш Конгресс уже второй раз, это ребята, которые уже занимаются наукой. Это очень важно. То есть, они уже проходят серьезные сети отбора у себя в странах, потому что они так или иначе презентуют уже где-то свою работу, они имеют уже публикации по своему направлению. Стоит отметить, что программа Международного научного конгресса стран организации исламского сотрудничества наполнена мероприятиями, которые направлены на объединение умов исламского мира. Так, в прошлом 2022 году на протяжении трех дней ведущие ученые обсуждали глобальные мировые научные вызовы, среди которых урбанистика, нефтегазовые технологии, медицина и многое другое. Одним из итогов стала программа молодежного научного сотрудничества, которая включает в себя стажировки российских ученых в странах организации исламского сотрудничества. В 2023 году конгресс пройдет с 26 по 29 ноября. Для участия во втором молодежном научном конгрессе стран организации исламского сотрудничества было получено более тысячи заявок из 72 стран.